Дело в том, что, ну, я говорил всегда, что это меняется. Была вспышка бактериоза, 70-й, 75-й год. Она как пришла, правда, так и ушла в 75-м году. Очень сильно напугала. Ведь, понимаете, есть микромир, там, свои законы, свои события происходят. Вот ситуация повторилась где-то, может быть, где-то с 2008-2009 года, начались первые проявления. То есть, почему это происходит? То есть, происходит изменение климата. Во-вторых, почему быстро пошло накопление инфекции? Мы последние два десятилетия получали урожай за счет эксплуатации, естественно, плодородия почвы. То есть, мы разрушали то, что называется здоровьем почвы. Ее способностью сопротивляться проникновению, возникновению на развитие новых инфекций. Второй момент. Мы использовали селективные фунгициды. То есть, она тоже проявляется с грибами. Мы системный фунгицид используем, выбираем грибы, нишу кровной гобактерии. Второй момент, о котором мало кто знает. Массовое применение гликосатных препаратов приводит к развитию грибов рода фузарина. Продукты распада этого грибицида, они являются стимуляторами роста этих грибов. Есть закон саморегуляции. Появляется на паразит некий гиперпаразит. Оказалось, это псевдомонаселение, которое начинает уничтожать грибы. Таким образом, был уничтожен фузарин, граминяру, который 10 лет назад, это была основная грибная инфекция в России. Сейчас он встречается только на северо-западе России, то есть он исчез как патоген. И вообще просто почти как вид, потому что анализ в Ростокской области 400 анализов проводили, двух анализов он встречался. Это совсем мало. Третий момент. Исчезно способность почвы разлагать растительные остатки. Фитопатогенные бактерии, в первую очередь, это эпифидные бактерии, которые живут на растениях, на растительных остатках. Если они не разлагаются, естественно, идет накопление этих бактерий, увеличение вот этого бактериального фона. И вообще эта бактерия, когда ее совсем немного, это хорошо, она стимулирует рост растений. Но когда ее много, она начинает на растениях прорицировать. Вопрос не в том, что есть она или нет. Вопрос количества. Ее стало больше, чем можно допустить. Теперь еще один фактор, про который не говорят. Точнее, говорят опять очень немного людей, но в альтернате эти материалы есть. Это никуда не выкинешь. Это то, что в 87-м году некий, сейчас он доктор науки, ему 62 года, его зовут Стив Линдов, американец, запустил первый генетически модифицированный мутант в дикую природу. Задача была выдавить вот эти патогенные штаммы, которые там живут. Ну, патогенные патогены назовем. Он работал под патронажем одной очень крупной химической компании, которая представлена в том числе на российском рынке. Она его награждала в 85-м году, то есть оказывала ему содействие. И было предположение, что то, что он делает, это идет к общему благу. Но, как всегда, часто получается, хотели как лучше, а получилось как всегда. И вопрос в том, что этот генетически модифицированный мутант вышел из-под контроля, он стал размножаться, вместо того, чтобы выдавить природные агрессивные штаммы, он с ними объединился, они создали мощный такой агрессивный комплекс и стали поражать все растения без разбора. От ячменей, заканчивая каштанами, листья которых поражены где-то с конца июня месяца и на юге России, и в центральной России. Я вот в Москве тоже видел все признаки поражения вот этой вседомой населения. То, что эти вещи, то, что эти работы делались. Вот есть учебник «Биология почвы». Это учебник МГУ, авторы Бабьева, Зенова и Звягинца. Есть второе издание 89-го года, в втором издании 89-го года об этом говорится уже. Это третье издание, там повторяется. То есть, вот этот генетически модифицированный мутант, то есть, это объект неприродный, попав в дикую среду, он стал настолько активно действовать, что он стал нарушать системные связи в биологическом сообществе и стал приводить к совершенно непонятным, нарушениям каких-то закономерностей, каких-то связей, стал приводить к событиям в микромире большим, к событиям в макромире большим. Вот мы сейчас видим события, связанные с арабской весной, это Египет неспокойный, это события в Сирии, перед этим Тунис, Вивия и так далее. Это проблема того, что в 2010 году не был поставлен туда хлеб, что там был социальный хлеб, который продавался дешево, он резко подорожал. Я помню, в августе 2010-го года, когда был подписан указ о бомбарго, через несколько дней начались давки в очередях за хлебом в Египте, были задавлены в очередях люди, это все было. То есть, получается, бактерии начинают управлять событиями, процессами в макромире. Ну, с точки зрения биологии это все понятно, мы знаем эти вещи. Та же история была с появлением возбудителя чумы, было изменение в климате в 14 веке, там, по-моему, 14 век. Почвенная бактерия пришла в агрессивное состояние, стала паразитировать на мышах, потом на человеке, унесла треть человечества, изменила всю историю человечества, все возрождение там, это все причина этих двух эпидемий чумы, которая была. И даже наша победа от татаро-монголовы на Куликовском поле это тоже следствие действия этой бактерии. Потому что рвение, этот, сейчас, как это, возбудитель чумы, Эрсиния, в общем, она прокатилась по большим территориям, Орда была федеративное государство, то есть она состоялась племен, разные народы имели разную генетическую устойчивость, и некоторые народы просто вымерли, и нарухали целостность большого государства в Монгольске. И когда началась война, просто они не смогли мобилизоваться. Вот как, например, события в микромире оказывают влияние на события в макромире. Вот мы сейчас видим эти события, действия этих бактерий, нельзя просто от них отмахнуться. Они есть, они на нас вне.